МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вторник, 18 июля. Информационная картина этого дня в материалах наших корреспондентов. В эфире время Одессы. Я, Олег Соловкин. И сперва главная тема Ипска. Приводят в порядок инженерные сети, парапеты и металлические элементы. Мост Коцебул готовят к открытию ко дню города. Построено новое пролетное покрытие, которое даст прочность мосту. Все на субботник. Полсотни одесситов устроили масштабную уборку в знаменитой оранжерее морозли. Мы надеемся убрать эту мусорную кучу, которая осталась после первого субботника. Снова пополнение. В одесском зоопарке родились 3 жеребенка лошади Пржевальского и 9 детенышей анаконды. Этой змее всего 4 дня. Она еще ничего не ела, но у нее уже есть зубки. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, ремонт моста Коцебул планируют закончить ко дню города. Сейчас там переносят инженерные сети и подготавливают к покраске металлические элементы. В порядок приводят и парапеты на лестничных пролетах под мостом. По словам чиновников, ремонт затянулся из-за того, что на реставрацию некоторых элементов понадобилось больше времени, чем планировалось. Отмечу, всего на работы выделили почти 50 миллионов гривен. Большую часть денег уже потратили. Построено новое пролетное покрытие, которое даст прочность мосту. Восстановлено дорожное покрытие и тротуарное покрытие. И, как вы видите, еще с конца прошлого года мост эксплуатируется. Для безопасности, чтобы ни у кого там не вызывало сомнений, почему такое перильное ограждение, это для безопасности пешеходов. А уже на следующей неделе на мосту начнут устанавливать ограду. Ее реставрацией занимались в столице. Специалисты привели в порядок старинные решетки, а вот столбики, на которых они держались, изготовили заново. Чиновники уверяют, несмотря на то, что некоторые детали пришлось отлить с нуля, свою архитектурно-историческую ценность мост Коцебу сохранит. На Тираспольской озеленяют клумбу. В центре обновленной площади коммунальщики высаживают цветы и кустарники. Среди них небольшие хвойные деревья, вечно зеленые кизильники, спиреи и магонии. Отмечу, озеленение продолжается уже несколько дней. До этого там уложили рулонный газон. Напомню, Тираспольскую площадь открыли весной. Масштабная реконструкция длилась около года. Теперь там занялись реставрацией фасадов. Работы почти завершены. Все на субботник. Полсотни одесситов устроили масштабную уборку в оранжерее Морозли на территории санатория Чкалова. Здание планируют восстановить, а в его помещениях создать галерею или музей. Сейчас над проектом работают специалисты. Субботники проводят уже в третий раз. Осенью здание уже пытались законсервировать, чтобы спасти от дальнейшего разрушения. О том, что ждет памятник архитектуры, репортаж Виталия Гарнова. Единственный проект архитектора Клейна – место, где любила бывать семья императора. Оранжерея мецената Григория Морозли была завалена мусором несколько десятилетий. Изменить ситуацию решили одесские активисты. Они готовят памятник архитектуры к восстановлению. Крыша оранжерея была выполнена из стекла. Сейчас полностью разбита. Убирать нужно крайне осторожно, говорят участники субботника. Обязательно должны быть перчатки, чувство самозахоронения. И лучше брать с собой, конечно, перекись, ватку, какой-то минимальный набор медикаментов, которые нужны для оказания первой помощи. Предыдущий субботник в оранжерея Морозли проходил осенью. Здание пытались законсервировать на зиму, чтобы остановить дальнейшее разрушение. К проекту подключились историки и архитекторы. Сейчас активисты создают 3D-модель памятника архитектуры. Но прежде всего нужно убрать мусор, которым до сих пор завалена часть оранжереи. Местами его уровень достигает полуметра. Субботник проводится в третий раз. Сегодня пришло достаточное количество людей, вернее, большое количество людей. Но хотелось бы, конечно, чтобы откликнулись больше мужчин. Мы надеемся сегодня убрать вот эту мусорную кучу, которая осталась после первого субботника, разобрать камни и вывезти сегодня все это самосвалом. Специалисты говорят, проблема в том, что здание находится на балансе Чкаловского санатория. А у медиков на восстановление оранжереи денег нет. Город готов принять здание на баланс и даже нашел потенциального спонсора. Мы уже связывались с греческой диаспорой, которая двумя руками за, чтобы помочь в осуществлении вот этого проекта. Чтобы здесь делать, ну, во-первых, восстановить памятник архитектуры. Мы заказывали как раз экспертизу по несущим конструкциям этого здания. То есть основные несущие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. То есть они не грозят ни обрушению, ничего. В следующий раз активисты надеются убрать в подвале, на входе в который сейчас решетка. После полного восстановления в оранжереи может открыться картинная галерея или музей. Активисты считают, в будущем памятник архитектуры станет туристической достопримечательностью. Наравне с Воронцовским дворцом и Потемкинской лестницей. Виталий Гарнов, Дмитрий Боровецкий, Первый городской. Всем, кроме должников. Семьи, которые пользовались субсидиями по оплате жилищно-коммунальных услуг, автоматически получат их и в следующем сезоне. Уже пересчитаны 90% от общего количества субсидий. По словам чиновников, те, кто еще не получил продление, имеют задолженности по оплате за услуги ЖКХ больше, чем за два месяца. Вот эти 11 тысяч семей, которые сегодня, по данным организаций, имеют долги, должны лично обратиться в районное управление социальной защиты, погасив свои долги или заключив договор о реструктуризации. А вот экономным одесситам с индивидуальным газовым или электрическим отоплением неиспользуемые субсидии монетизируют. Потребители, которые не успели израсходовать всю сумму социальной помощи, получат на свои счета средства, равные стоимости 100 кубических метров газа или 150 киловатт электроэнергии. Для этого они должны написать заявление до 1 сентября. Солнечные батареи, утепление домов и современный городской транспорт. К 2030 году энергоэффективность в Одесской области планируют повысить на 30%. Оптимизировать потребление поможет Европейский Союз. Год назад Одесса присоединилась к инициативе соглашения мэров «Восток». Программа предусматривает развитие систем энергосбережения и проектов по сохранению климата. Финансировать все это будут за счет городского бюджета, специальных грантов и кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Кроме Украины, инициативу поддержали Беларусь, Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан. Принимается конкретный план действий и перечень мер по достижению этих целей. Конкретные меры выбираются самими городами. Они могут касаться общественного транспорта, они могут касаться утепления домов, они могут касаться жилищного сектора. Отмечу, в рамках инициативы в Одессе уже проводят энергоаудит и капитальную модернизацию школ и детских садов. Устанавливают новые окна, утепляют фасады и крыши, а также заменяют лампы. В мэрии хотят отобрать дом Русова у владельца. Это можно сделать по закону, если собственник не следит за памятником архитектуры. Теперь чиновники подумывают подать в суд на собственника. Правда, право на изъятие здания имеет только государство. Поэтому сначала придется договариваться с обл. администрацией. Если все удастся, то в восстановленном доме Русова может появиться гостиница. Мы находимся в состоянии перманентного общения с областным управлением охраны культурного наследия, которое всячески не согласно с проектным решением, выполненным киевским гипроградом. Из-за этого мы не можем закончить процедуру и выйти в соответствии с процедурой на утверждение. Мы считаем, что его хорошо было бы использовать как гостиницу с объектами обслуживания. Улицу Базарную частично перекрывают. Там будут ремонтировать подземную теплотрассу. До конца июля ограничат движение на перекрестке с Осипова, а в конце августа на пересечении этой улицы с Канатной. Проезд от Морозлейбской до Осипова откроют к середине сентября. 100 миллионов на идеи одесситов. До конца голосования на платформе социально-активных гражданин осталось 10 дней. Каждый одессит может поддержать понравившийся проект, предложенный в рамках общественного бюджета. Сайт работает уже почти три месяца. Его особенность в том, что горожане сами решают, что Одессе нужнее. Идеи самые разнообразные, иногда даже неожиданные. Обо всем по порядку. В нашем репортаже. На реализацию идей горожан в Одессе выделили 100 миллионов гривен. Это в два раза больше, чем в столице. И в пять раз, чем во Львове. За два месяца на платформе социально-активный гражданин появилось больше двух сотен идей о том, как с пользой потратить деньги из городского бюджета. Треть из них касаются медицинской сферы. Для того, чтобы понять, насколько пользуется этот проект спросом, достаточно им зайти на сайт и посмотреть, то есть какие сферы вообще в нашем городе, области, стране самые уязвимые. Спорт и здравоохранение. Есть общественные организации, которые подают от разных авторов, то есть членов своей общественной организации, по 10-15 проектов. Это не какие-то коммунальные структуры. Это именно общественники, которые придумали интересные и креативные вещи. Правда, больше семи десятков проектов до этапа голосования так и не дошли. Их отклонила специальная комиссия. В состав экспертов вошли депутаты горсовета, чиновники профильных департаментов и гражданские активисты. Всего 15 человек. Причин для отказа не так много. Реализовать идею либо невозможно в течение года, либо затраты на нее превышают 5 миллионов. Также некоторые авторы подали неполную информацию о проекте, либо предложили разместить какое-то сооружение на частной территории. Бурные обсуждения вызвали неодобренные впоследствии идеи по установке статуи Иисуса Христа в Парке Победы и по созданию общественного телевидения в Одессе. Есть проект создания общественного телевидения. Я немножко видел, как работают телевидения, и я понимаю, что за 5 миллионов гривен это сделать невозможно. То есть это просто бессмысленная будет трата денег, никакого результата не будет, и я не вижу смысла голосовать за этот проект. В конце июня наступил этап голосования. Чтобы поддержать идею, нужно авторизоваться на сайте социально активный гражданин с помощью электронной цифровой подписи, банковской или ID-карты. Некоторых одесситов отпугнула необходимость предоставить личные данные, но специалисты уверяют, это сделано, чтобы избежать накрутки голосов. Те пользователи, которые до конца периода голосования не успеют, вот особенно желтая категория, подтвердить свои данные, то есть мы им дали шанс на подтверждение, эти голоса не будут учитываться. То есть не будут учитываться желтые и красные голоса. На реализацию каждого проекта выделят от 200 тысяч до 5 миллионов гривен, согласно смете, указанной автором. Но даже попав в список на платформе, деньги получат не все идеи. Сейчас суммарная смета зарегистрированных проектов составляет более 350 миллионов гривен, что в три раза больше предусмотренного бюджета. Поэтому деньги распределят между лидерами голосования. Проекты будут выстроены в порядке убывания, то есть те проекты, которые попадут в пороговую сумму 100 миллионов, что предусмотрено общественным бюджетом, они будут переданы профильным департаментом для их реализации. До окончания голосования осталось полторы недели. Зарегистрироваться на платформе и поддержать понравившийся проект еще не поздно. Победителей назовут 2 августа. Вадим Шпаченко, Виталий Гарнов, Дмитрий Боровецкий и Алексей Барановский. Первый городской. Встреча с гномом. Звезда сериала «Хоббит» Эйден Тернер провел мастер-класс для поклонников. В рамках 8-го международного кинофестиваля ирландский актер рассказал в Одессе о тонкостях своей работы. Так, по мнению звездного гостя, режиссерам кино необходимо уделять больше внимания игре на площадке, а любознательность – это лучшее качество, которое выделяет актера из толпы. Напомню, Эйден Тернер сыграла Данте, Габриэля Рассетти в «Отчаянных романтиках», вампира Митчелла в сериале BBC «Быть человеком» и Килли в трилогии «Хоббит». Сейчас ирландец готовится вжиться в роль убийцы в новом фильме «Человек, который убил Гитлера». Вы всегда начинаете с поиска. Поиска персонажа, особенностей его характера. Необходимо осознать, кто вы в этой картине, его история, культура эпохи, в которой он живет, даже погода. Но люди всегда остаются людьми, независимо от эпохи. Я хочу сказать, вы налаживаете связь с персонажем, и вы не думаете ежедневно о том, что это, к примеру, 17 век. Вам и так все об этом напоминает вокруг, начиная от костюмов, заканчивая определенной осанкой, походкой, которую необходимо держать, да даже обувью. Хотя иногда удается гулять в домашних тапочках. На 8-м Одесском международном кинофестивале Эйден Тернер возглавляет жюри национальной конкурсной программы. Актер отметил, что это прекрасная возможность познакомиться с украинским кинематографом поближе. Ему предстоит оценить свыше 20 фильмов. Также на мастер-классе каждый желающий мог задать интересующий вопрос ирландской звезде Голливуда. Мне больше было интересно, как убрать эту театральность в киноигре, в кино. И он объяснил, как он это делает, потому что Айден тоже в театре играл, тоже закончил театральную школу. И, в принципе, да, я с ним и так был согласен. И мне только это подтвердило, что я должен делать дальше. Девять детенышей анаконды и три жеребенка лошади Пржевальского. В Одесском зоопарке пополнение. Маленьким змеям всего 4 дня. Это первое в истории зоопарка потомство парагвайской анаконды. Близкой родственницы самой крупной змеи на планете. Малышей пока держат в отдельном боксе с подогревом. А вот три жеребенка уже вовсю гуляют по вольеру. Самому младшему из них всего один день. Отмечу, лошадь Пржевальского дает потомство в зоопарке почти каждый год. Этот вид не обитает в дикой природе и занесен в Красную книгу Украины. Разводят его в заповедниках и зоопарках. Как себя чувствуют малыши, знает Ксения Сетинская. Детеныши парагвайской анаконды живут в отдельном боксе. Кормить их начнут не раньше, чем через полторы недели, когда произойдет первая линька. Этой змее всего четыре дня. Она еще ничего не ела, но у нее уже есть зубки, которыми она готова укусить. Парагвайская – родственница анаконды обычной, самой крупной змеи на планете. Она достигает трех метров в длину. В Одесском зоопарке этот вид дал потомство впервые. Паре взрослых особей по пять лет. Эти поменьше змеи, но тем не менее в остальном это самые настоящие анаконды. Они очень любят воду, они настоящие хищники, приручаются плохо. Змея не ядовита, но тем не менее очень агрессивна. Поэтому для содержания в доме она не совсем пригодна, поскольку она склонна кусаться. Кроме детенышей анаконды в зоопарке появились жеребята лошади Пржевальского. Этот вид занесен в Красную книгу Украины. В дикой природе не обитает, только в заповедниках или зоопарках. Первые лошади из Иска Нинова. Заповедник до сих пор серьезно занимается их разведением. Ну и мы вот, насколько можем, своими усилиями тоже поддерживаем эту программу по разведению этой редкой лошади. Всего в Одесском зоопарке четыре лошади Пржевальского. Три кобылы и один жеребец. Когда детеныши вырастут, их обменяют на других животных. Либо отправят в дикую природу в надежде восстановить популяцию. Ксения Сетинская, Алексей Пережилин, Первый городской. Таким стал вторник. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Не забывайте, что еще больше новостей есть на нашем сайте в интернете 1TV от UA. Берегите город и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова